Быстрее вверх. Такая задача поставлена перед участниками региональных соревнований «Бельчонок-2023» по скалолазанию. Мальчишкам и девчонкам предстояло преодолеть два вида маршрута. Один на скорость, другой на трудность. Василиса Куруленко из Нижневартовска этим видом спорта занимается четвертый год. Высота ей нипочем. Трассы легкие. Из-за того, что я волнуюсь, получается медленнее лезть. Главное не волноваться и верить в себя. Высота скалодрома 7 метров. Каждый участник определен в свою возрастную группу. Соревнуются ребята от 6 до 16 лет из Нижневартовска, Сургутского района, Пойковского, Нефтьюганска и Лангипаса. Перед стартом прошла жеребьевка. Я решила заниматься этим спортом, потому что у меня занимается брат. Полгода я занимался скалолазанием. Трудился, лазил по трассам. Соревнования проходили с использованием специальной альпинистской страховки и скальных туфель. Как отмечают организаторы соревнований, скалолазание – это не просто хобби, а полноценная спортивная дисциплина. Дети на занятиях прорабатывают все группы мышц, развивают выносливость, ловкость, логическое и пространственное мышление. Дети очень радуют. Самые младшие интересны тем, что у них хоть много эмоций. Старшие уже какие-то более серьезные, а у детей они поддерживают искренне друг друга, кричат, визжат, искренне расстраиваются, слезы сразу, если неудачно. И наоборот, если что-то хорошо, это невероятная радость. Сам испытываешь очень много положительных эмоций, когда смотришь, особенно на младших детей. На соревнованиях царила атмосфера здоровой конкуренции. Шла борьба буквально за каждый перехват. Буря эмоций были как успехи, так и поражения. В копилке Лонгипаски скалолазов около 40 медалей разного достоинства. Валерия Ружицкая, Данил Деянов. Наши города.